Батюшка Здравствуйте! Сегодня мы хотим предложить с батюшкой такую тему. Может быть, она и не повседневно кому-то покажется, не злободневно. Но дело в том, что наши политические события гремят сегодня так, что, наверное, и без нашей оценки всего хватает. Мы поговорим о более глубоких таких противоречиях, о более глубоких вещах. Зачем мы, в принципе, и собираемся с батюшкой Александром, с отцом Феодосием Игумным. Я думаю, кому-то будет это все-таки интересно. Речь пойдет сегодня такая. Недавно, совсем в связи с днем, с юбилеем, с 70-летием Победы, Александр Андреевич Проханов, руководитель сборского клуба и создатель сборского клуба, от Коева мы так пытаемся немножко так от Новосибирского отделения вещать, предложил такую тему. Он предложил идеологию Победы, скажем так, в нашей стране. Я не буду сейчас расшифровывать, это прошло в нескольких номерах газеты «Завтра», в том числе и в его интервью, в его выступлениях. Но вот последние номера, начиная с номера газеты «Завтра», посвященного Дню Победы, вот эта тема постоянно муссируется в газете «Завтра». Значит, что было сделано в связи к этому Дню Победы Александром Прохановым, его ближайшими помощниками и соратниками? Они заказали в Рыбинской артели иконописной вот такую икону. Если кто-то увидит, то тут видно, да, сверху державная икона Божьей Матери, державная икона Божьей Матери. Она как бы освещает наших полководцев. В середине стоит Иосиф Сталин и по сторонам вот 40 наших знаменитых маршалов, которые эту победу вынесли на своих печах вместе с нашим народом. Икона очень красивая, она была обнесена представителями изборского клуба в различные священные места нашей Победы, в том числе на Прохоровское поле. И, в общем-то, была воспринята нашим народом простым, и военными, и священниками простыми. Очень положительно, очень радостно. И вполне это понятно тем, кто чувствует свое взаимопонимание с нашим народом. Но дело в том, что понятно, по каким причинам кое-кто воспринял это действие отрицательно. Вот была еще такая небольшая предыстория. Александр Андреевич человек корректный, значит, он никогда не хотел никаких разногласий, естественно, с Русской Православной Церковью. И не тема это для сегодняшнего разговора, добывать какие-то разногласия, противоречия. Наш народ и так разъединяет и разбивает различные силы. Хватает таких сил. Но очень корректно были предложены несколько статей. После того номера, который был предложен на 9 мая, еще прошло несколько номеров газеты «Завтра», в которых последовательно было напечатано. Именно за всем этим чувствовалась попытка выяснить отношение Русской Православной Церкви к этому событию, как победа к этим людям, которые эту победу вынесли на своих плечах. И в том числе к нашему высшему руководству и командованию Советского Союза, которые в то время эту победу выковали вместе, повторяясь с народом. Одна из статей, интервью, очень большое, было взято у митрополита Волоколапского Иллариона. Нам тут скрывать нечего. Мы люди более простые и более откровенные. Значит, ни для кого не секрет, что митрополит Илларион идеолог такого антисоветского тренда в Русской Православной Церкви, коими, впрочем, являются и все высшие наши иерархи, начиная с самого наивысшего и кончая всех тех, которых мы видим сегодня на экранах телевизоров. В общем-то, Александр Андреевич Проханов в своем интервью Илариона спрашивал, как раз наводил на такую мысль. Нам сейчас, в наше время, необходимо примирение и замирение тех противоречий, которые возникли у нас в начале 20 века, когда русский народ оказался на грани взаимоуничтожения, когда брат шел на брата, когда там убивали всех подряд и с большой ненавистью относились друг к другу очень много лет еще. И одна из задач тех людей, которые собираются в формате изборского клуба, как раз ведется к тому, чтобы, ребята, достаточно нам этих всех двоин между собой, давайте искать пути к примирению. Вот это как раз и было Прохановым предложено для обсуждения в этой беседе. Большое-большое на две полосы. Ну, в связи с тем, что иерарх, этот высокопоставленный, очень такой высокомудрый, он уходил от... Можете сами прочитать, это было... Сейчас скажу, в каком номере. К сожалению, у меня сейчас с собой его нету. Где-то, но было в предыдущем номере. Это, наверное, как-то есть в интернете. Да, это номер 24 от этого года. Это, значит, было в номере 23. Вот. В 23 номере было интервью с митрополитом Алларионовым. Ну, в общем, Александр Андреевич, видно было по статье, что он согласие и взаимопонимание, в общем-то, как не пытался, но, в общем-то, наверное, не нашел. Пусть каждый судит, как прочитает. Я прочитал так. В следующем номере, в 24-м, Александр Андреевич помещает статью Августина, епископа Городецкого и Ветлушского, скажем так, Августина, епископа Городецкого и Ветлушского, под названием «Покайтесь и хим». Да, значит, в этой статье этот достойный священник, я считаю… Надо выйти как-нибудь к областной администрации, что-нибудь метнуть камень какой-нибудь и крикнуть «Порождение Ехидины!» Кто внушил вам бежать от будущего… Нет, нет, чисто евангельскими словами, да. А можно и в сторону Кафедрального собора кинуться. Ну, подождите, не будем сейчас сильно воинствовать. Нет, ну-ка хорошо, пока здесь ехидны. Пока здесь ехидны, да. Августин предложил такую статью. В этой статье этот достойный священник как раз говорит то, что вот и хотел Александр Андреевич от ергархов наших получить. Именно о том, что нам надо примиряться. У нас другие задачи. Статья великолепная. Вот этому человеку лично я верю, вот, епископу Августину. Значит, и в следующем номере, последовательно, вот так вот идет, в номере 25-м идет уже конкретно обсуждение. Как же все-таки отнеслись иерархи нашей Церкви вот к этому вот моменту, вот к выносу этой иконы, к вот этому построению вокруг нее определенного идеологического смысла. Опять же, Александр Проханов выступил таким зачинателем этого статьи. И кто-то это вот, кто это? Ну, кто-то из батюшек вот на Прохоровское поле-то привезли. Даже похоже на епископа какого-то. Наверное, наверное. Я говорю, что определенная часть священства восприняла это очень неплохо. И все это понятно. Люди, которые думают, которые читают, которые в своей голове сверяют все моменты, связанные вот с историческим смыслом нашего народа, нашей Церкви, нашей страны, государства, они понимают эти вещи. Вот. И вот на этой вот фотографии тут видно, священник благословляет эту икону возле самолета. Тут все. Значит, и на последней странице этого номера 25-го идет как раз статьи, где некоторые священники набросились на эти смыслы прямо с такой оголтелой критикой. Главное их выступление было направлено на то, что эта икона типа неканоничная. Вот сегодня мы поговорим с батюшкой специалистом. Я просто, я от души говорю крупным богословом, что значит вот это вот отношение каноничность и неканоничность для начала, для затравки. Не зря, конечно, многие годы, думаю, учебы прошли не зря. И даже те, которые усердно кидали в меня камни, причем самые крупные, всегда говорили, что я лучший проповедник в Новосибирске. Вот эти фразы звучали, причем из уст самого высокопоставленного руководства церковного, поэтому это, конечно же, может быть, Ваша похвала, она мне как бы возрождает мои прежние впечатления, мне очень приятно, и я Вам очень благодарен. Значит, что я хотел бы сказать по этому поводу? Дело в том, что каноничность и неканоничность – это очень сложный вопрос. Это, знаете, ну, это такой вопрос, я скажу проще, это такой вопрос, в котором никогда нельзя быть категоричным. Просто никогда нельзя быть категоричным. Почему? Потому что на фоне окружающей действительности всплывают постоянно новые обстоятельства. И то, что вчера казалось ужасным и чудовищным, сегодня вдруг кажется весьма даже и неплохим. А то, что вчера казалось прекрасным и великолепным, сегодня уже выглядит как совершенно чудовищное. Поэтому ни в коем случае нельзя быть категоричным, особенно священником, потому что, я Вам сразу скажу, категоричность священников – это фанатизм. Другого слова это не имеет и никогда в этом не было. Наоборот, Евангелие всегда призывает человека к сомнениям, к постоянному духовному поиску. И более того, все святые, которые действительно послужили Господу, они считали себя самыми немощными, самыми слабыми и самыми последними. Если Вы возьмете там, допустим, жития каких-нибудь древних святых, Вы увидите, что они не хотят идти судить других, они молятся за еретиков, они молятся за императоров-убийц и так далее и тому подобное. Поэтому говорить о неканоничности и каноничности – это немножко неправильно. К сожалению, большому нужно признать, что в истории было много таких моментов, когда каноны писались для того, чтобы архиереям было жить удобно, сытно и качественно. Вот они для этого писали эти каноны. И причем внизу подписывались там Духом Святым, кем угодно, хоть можно Царем Горохом подписаться, но на самом деле это все ни к Евангелию, ни к Богу не имеет никакого совершенно отношения. Нам, прежде чем начать наше такое духовное плавание, духовную беседу, надо сначала клопнуть самые глубинные причины вот этих всех разговоров и глубинные причины этих смыслов. Потому что эти поверхностные крики, там знаете, церковные суды или там какие-то истерии, они не открывают самого корня всей сущности и проблемы. А Вы затронули важный момент, и вот как раз Августине говорили, Августине затронули очень важный момент, который действительно имеет место быть. Это глубинное коренное примирение русского народа, крови русской, русского народа. И оно не может состояться на религиозной почве, никак. Потому что у нас очень слишком много разных мнений, и очень много наш, велик очень наш народ. Если это Московская область там, то ее, наверное, можно примирить. И то, если выслать оттуда азербайджанцев и там, ну, всех, кто там живет в Москве. А если взять всю огромную страну, то примирить ее на истории, допустим, которые мы там прошли тысячу лет назад, и на это основание истории нельзя. У каждого будет свой взгляд на историю. У каждого будет свой подход. Если исходить из исторических критериев, правды, неправды, там, и хорошего или плохого, то все разойдутся, все подерутся, все разбегутся и еще будут друг друга проклинать и делать друг другу гадости. А если примириться можно только на основании здравомыслия. Это вот единственная вещь. Ни на какой религии никогда не служила способом примирения. Почему? Потому что она всегда, религия старается всегда, каждая проповедовать свою исключительность. Это обязательное условие для любой религии. На этом, кстати, основании произошли все церковные расколы и все остальное. Ну, а мы вернемся вот именно к этой иконе. Значит, тут есть, я уже прямо не буду затрагивать эти моменты глубоко. Тут есть моменты, когда есть иконописные изображения, например, Ивана Грозного, иконописные изображения Бога Отца, который запрещен, но икона так называемого Отечества или Сыновства. Да, это еще мелочь. Это мелочь. В Успенском соборе, Троицы Сергиевой Лавры. На самом верху, под самым крестом, под распятием располагается икона, на которой Бог Отец держит на руках Бога Сына и Дух Святой осеняет их крылами. То есть, это все неканонично. Это надо все выковырять, выкинуть и там... Уничтожить, замазать известью. Я можно скажу еще, в какой замечательной церкви есть вот такие неканоничные... Да их кругом они есть. Извините, но просто не могу, просто она в сердце у меня. Церковь Царевича Дмитрия на крови, Горя Габлича. Да, да, да. Там голые Адамы и Ева по стенкам бегают, там и Салаоф на куполе, там все есть. Если вы возьмете европейскую традицию, то изображение Бога Отца везде. Сикстинская капелла, Микеланджело, Леонардо да Винчо, все росписи, где что есть, обязательно присутствует Бог Отец. То же самое и сотворение Адама. Так, Бог Отец палец протягивает к Адаму, вдохнув в него там душу живу. Где-то в середине 17 века запретили изображать, я помню. Да, это, по-моему, на Стоглавом соборе было окончательно решено. Да, при Алексею Михайловичу. Да, но и до этого эти решения принимались, и до этого, но окончательно вот это поругались и приняли на Стоглавом соборе. Поэтому говорить о неканоничности этой иконы совершенно неправильно. Как раз, я думаю, знаете, церковь очень быстро сдастся. Вот вы посмотрите и увидите, вот это я такие, мои пророчества такие. Церковь никогда не идет против крови народа. Никогда. Потому что иначе народ ее просто сметает. Она просто, знаете, как пыль, как прах, вот как было в 17-м году. Останется вера и Евангелие, а попы побегут по закоулочкам, по переулочкам, кто куда только сможет. И поэтому никогда не будет ничего против. И вот икона эта, икона, она именно символизирует собою преемственность. Какая бы она у нас ни была, преемственность нашей вечной державности тысячелетней. Понимаете, я буду немножко груб, я буду немножко груб, но я должен сказать такие вещи, что душа народа и кровь народа, она действует помимо веры и помимо религии. Можно оказаться на далеком глухом острове, можно быть голым, раздетым и босым. Можно быть несчастным там и совершенно ничего не знать ни о Евангелии, ни о чем, но быть сыном своей земли. Понимаете, вот мы, вот держава наша, да, я буду, может, еще более грубым, но это наша стая. И это наша территория, мы ее пометили, эту территорию. И поэтому мы с такой болью воспринимаем, когда отрывают от нас такие куски, как Украина или Белоруссия. Это любой народ. Да, да, это мы воспринимаем как жуткой степени предательства. И поэтому примирение со Сталиным как раз должно состояться. Это вне всякого сомнения. Почему? Потому что он сын своего Отечества, которому он отдал всего себя. Какой бы он ни был там, кому-то нравится, кому-то не нравится. Вы знаете, мы можем взять так великих всяких сумасбродов в Средневековье, например, Лизавету Английскую, которая казнила сотни тысяч своих подданных, но сейчас в истории Англии она воспринимается и описывается как основа Английской империи. Основа основ. Основ Английской империи. Она, кстати, тоже, у нее ничего не было, она всем пожертвовала, даже замуж не выходила. Хотя Иван Грозный предлагал. Так же и взять того же Сталина, там два сюртука, медаль героя социалистического труда, несколько пар штанов и там 8 рублей. И валенки подшиты, собственно, такой. Да, 8 рублей. Или Ельцин, который у пивного ларька не мог вспомнить, как выглядят деньги. Когда его попросили за пиво заплатить, он не знал, как они выглядят, он забыл, как выглядят деньги. Он думал, что пиво и водку Березовский приносит на подносе всей стране бесплатно. И поэтому икона эта, икона это символ державности. Насчет ее неканоничности мы вообще ничего не будем говорить, потому что она совершенно канонична. Она с точки зрения богословия совершенно канонична. Значит, какие критерии описывает собою канон иконографии? Какие критерии? Это определенные прописи, они все соблюдены. Ангелы, изображение Пресвятой Богородицы, Богомладенца на ее руках. Полностью совершенно каноничны. Изображение же всяких событий внизу, зданий, каких-нибудь гор, гор, цветов, людей, которые находятся внизу. Это изображение какого-то конкретного события. Допустим, давайте представим себе, что это парад победы. Вот этот день – парад победы. Когда Бог благословил Россию победить в кровопролитнейшей войне. И эти люди, верующие они были, не верующие, они не изображены с нимбами. Никто не претендует ни на какую святость. Это люди той эпохи, когда Бог, сидящий на руках у своей Пресвятой Матери, благословил наше Отечество победою. Поэтому никаких разговоров о неканоничности здесь быть не может. Если вы приедете, например, в Казанский собор, который на Красной площади, вы увидите там иконописное изображение покойного патриарха Алексея, который освящает этот храм, момент освящения. Ну и что? Так было принято. Это ничего плохого в этом нет. Кстати, вы должны знать, что в древности вообще все императоры и епископы, по сути, уже по своей должности чуть ли не являлись святыми. Поэтому никакой проблемы примирения со Сталином я не вижу. Я считаю оголтелыми этих церковных клекуш, которые всегда любили поорать, им было все равно, на Иоанна Златоуста или они кричали, или на Сталина они теперь орут, им все равно на кого кричать. Но они же должны понимать, что это кровь и плоть нашего народа. Мы не можем вырвать из своей истории эти советские годы. И если мы пытались это сделать, ну вот, пожалуйста, к чему мы пришли? Именно это сделали американские спецслужбы, потому что мы потеряли вот эти годы, представляете, мы потеряли отечество. Нас убедили, что мы неправильно живем, что Сталин тиран кровавый, там непонятно что еще чего. Ну не только Сталин, вся советская эпоха замажена такими черными красками. Конечно, конечно. Нет, я согласен, что, конечно, там концлагеря, убийства, все это имеет свой исторический вес и значение огромное. Тема для обсуждения очень серьезная. Личность, да, весьма неоднозначная личность. Но эта икона ничем этому не мешает, ни каноничности никакой нет. Почему? Потому что здесь в этом сюжете, в самом изображении, нет попытки канонизировать Сталина. Здесь нет какого-то желания его прославить во святых. Нет, она не прославляет эту икону. Это просто событие. Вот я, например, вижу здесь парад Победы. Я вижу вот аппарат Победы, я вижу это 9 мая. Эта икона и может называться так, потому что она икона Победы. Это Божья Матерь Победительница, потому что она благословила, она сохранила Отечество, она благословила его в эти трудные времена. И пусть руками этих людей, но он так получилось. Например, знаете, в Ветхом Завете Господь говорит пророку Исаии, Науходоносор будет моим орудием, то есть орудием рук моих. Я пришлю его к вам, как орудие моих рук. Вот, пожалуйста, это орудие рук Божьих, правда? И здесь ничего нет. Но вы еще должны другое понимать, что вот очень хорошо, что задумались люди, может быть, про ханов, может быть, еще кто-то задумался над этим. Да, вот мне нравится, что лично в этом моменте, понимаете, здесь идет закрепление вот этой территории, помеченной нашим народом, там именно кровью нашего народа. Если там собачки, кошечки по-своему метят территорию, то люди всегда метят свою землю кровью. И вот это отечество наше огромное, оно все кровью, от Японии до Европы, оно везде нам досталось, может быть, кроме Северного полюса, на котором тоже сейчас уже норовят еще одну войну устроить. Но вся территория, южные рубежи, восточные, западные, они всегда были помечены этой кровью. Поэтому эта икона, она символ такого, вот этих границ, символ русской земли, символ единства того, что было в XIX, XVIII веке, в XX и в XXI веке сейчас. Поэтому, поверьте, это сопротивление очень быстро прекратится, потому что попы, особенно высокопоставленные, они очень быстро понимают свою выгоду. И выгода как раз заключается в том, чтобы с Сталином и со всем жить в мире. Когда-то был Иоанн Златоуст, которого лишили сана, приговорили к смерти и изгнали в ссылку его. Причем свои, не китайский император, а епископ и собором. Он не явился ни на одно судебное заседание, и потом, лишенный сана и лишенный всего, продолжал служить в Патриаршем соборе, наплевав на все их решения. И прошло сто лет спорили о нем. И в конце концов его канонизировали, прославили его во святых, и теперь он во всех храмах изображается, совершающий божественную литургию, как творец этой литургии, которой мы служим. Как ее создать. Вы говорите быстро. Сто лет прошло. Да, сто лет прошло. После этого на 70 лет прошло. Не, ну без этого без драки никак не будет. Без драки не будет. Это все у людей так заведено, что чтобы что-то отстоять, надо обязательно подраться. Никто просто так тебе даром ничего не даст, ничего не сделает. У нас все обязательно с каким-то мордобоем и с таким все. Ну я хотел бы, ну каноничности я коснулся. Если еще какие-то вопросы возникнут, она совершенно канонична. Можно я сейчас немножко вставлю? Каноничность мы прошли. Спасибо огромное за ваше мнение. Очень ценное, думаю, будет мнение. Я еще маленечко расшифрую, потому что вы правильно сказали. Вы-то сказали правильно, но вы не расшифровали это. Что вы говорите, вот историческая последовательность воплощена в этой, можно я рассказывал, преемственность в чем? Потому что, ну, многие, конечно, это знают, но вот эта вот икона державная, которая здесь изображена, она была явлена в 18-м году, после расстрела царской семьи. То есть получилось как? Так, когда наш царь, удерживающий, так сказать, по катехону, да, как говорится... Ну, говорите, чересчур по-богословски. По-богословски, да. Когда будем это... Давайте это по-пятиминутку для сугубо верующих людей. Ничего страшного. Если бы не верующих, да, это непонятно все. Ну, что, почему вы думаете, у нас будет верующим? Ну, да, я надеюсь. Значит, когда царь по катехону был уничтожен, то удерживающий, вот, встал Сталин. Ну, я думаю, что, наверное, удерживающий сама державная икона Божьей Матери. Да, 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 державная сначала, конечно. В определенный момент времени вот эта вот икона явлена, она была удерживающая. А великие наши маршалы, великие какие-то там полководцы, они все были орудием рук державной иконы. Да, скорее всего, правильно. Удерживающая была икона. Абсолютно верно. А это были... Богородица. Богородица. Это просто ее образ. Богородица, сама Божья Матерь, да. А это ее образ. Здесь даже, вот смотрите, ангелы изображены как хранители. И люди, к которым была вложена вот эта сила охранять русскую землю, как раз изображены вот на этом. Вот в этот тяжелейший, интереснейший период нашей истории эти люди удерживали эту. Здесь, к сожалению, не видно, но тут даже вот архангелов, есть какие-то надписи тоже сверху. Я не знаю, что там написано. Ну, может быть, даже имена каких-то их. Может, Гавриил, Михаил, может быть. Ну, наверное, скорее всего. Ну, конечно, вот если бы в моем понимании... А, кстати, другой момент каноничности. Обязательно лик Божьей Матери должен быть, вот он канонически соблюден, нимб должен быть признак святости. Он, все это соблюдено. То есть, икона сделана в таких, в академических, конечно, не в древних традициях, но в академических, совершенно канонических традициях и тонах. Все сделано. Я бы, вот, моя бы, вот, мечта, вот, глядя на эту икону, чтобы осмыслить вот весь ход всего события Великой войны, я бы еще две иконы хотел видеть, при этом слева и справа. Одну икону, это парад 41-го года. Это вот так же, с каким-нибудь ликом. Ну, да. Вторую икону с парадом 45-го года. Да, никаких проблем. Можно, я думаю, да. Никаких проблем здесь нет. Дело в том, что, понимаете, как, еще не произошла оценка событий этих. И в головах очень многих тоже, вот, людей, которые претендуют как-то там на духовность и прочее, она, это осмысление не произошло. Поэтому мы с вами должны, как бы, задаться вот некоторыми вопросами. Мы можем, как бы, подойти к этому сугубо религиозно, как вот вы сказали. То есть это, да, это благословение Богородицы, державные иконы Божьей Матери, хранящие Россию, орудия Божьей власти, Божьей силы, которые сохранили Отечество наше, будучи, может быть, сами далеко не святыми людьми, на кто и не претендует, на их святость там. Вот. Но в то же самое время, будучи людьми державными, людьми великими, они сослужили эту божественную службу. Поэтому это вполне канонично. И кровь наших 30 миллионов, соответственно. Да, вот с другой стороны я хотел бы вернуться к крови. Вот вы понимаете, вот задумайтесь. Вот Германия, например, да, вот территория немцами помеченная, это их там земля, они живут на ней миллионы лет. То есть давайте вернемся вот к биохимии. На секундочку заглянем в биохимию. То есть нельзя забывать, опять же, что человек имеет материальную природу. И сказки там о том, что духовность там победит или еще что-нибудь, так это просто сказки. На самом деле все равно человеком управляет его плоть и кровь. Бог, он дает человеку там свое благословение, дает жизнь, дает определенную там благодать в таинствах, но плоть человеческую никто не отменял. И она, эта плоть, она берет частенько, да практически всегда, она берет верх над всяческими разговорами о духовности. Потому что когда станет момент выбора, то люди поступят все равно по-злому. Никто, очень редко кто поступит по-доброму. Очень редко. И из этого, как бы, разговоры, да, о том, что вот 70 лет у нас там была безбожная власть, мы там, вот это мы, как бы, ну, сказать, разрушение России и там и прочее, все остальное. Я скажу, что это все неправда. Потому что на самом деле это был плод наших трудов. Это так же, как вот, например, Израиль увели в Вавилон на 70 лет, вавилоняне в плен. У нас то же самое. И нечего придумывать там, кто безбожный. Вы представляете, безбожный Навуходоносор там, увел благодатных евреев в плен вавилонский. Да это все нашими руками, нашим народом и нашими руками все сделано. Ведь никто же не заставлял нас туалеты строить из икон. А строили. Из иконостасов строили туалеты. Никто же не заставлял это делать. Сразу начинается, это там жиды все виноваты. Или это там кто-то там откуда-то. Да невозможно все так переломать в человеке или с легкостью. Представьте, вот, как пришла старуха с клюкой и перебила все унитазы. И сходить некуда. Это люди сами делают. Потому что это воспитывается годами, долго воспитывается. Поэтому так получилось. Вот так произошло. Но это отнюдь не значит, что мы имеем право эту эпоху в нашей истории хаять. Если мы обхаем, значит мы свою эпоху совсем отстанавливаем. Вы совершенно правы. Мы как бы теряем совершенно преемственность. Ничего. Вот у французов, например, они были короли. А потом они там, начиная с Робеспьера и всех этих самых, да, рубили головы там 20-30 лет. Вы найдите где-то, например, что французы страшно говорили, что в эти времена, вот, Франция погибла. И они там прямо безбожные власти. Они казнили всех попов. Всех попов казнили. И кардиналов выпотрошили всех. И что? Скоро день взятие бастилии. Ну, скоро день взятие бастилии. Поэтому, ну, о чем речь? Какой? Ну, никто же не будет хаять себя. Поэтому и не надо и нам хаять себя. Да, было, было, надо, плохо, надо извлечь из нее уроки, да. Надо понимание какое-то найти в этом. Но все-таки решает все кровь. И вот именно кровь народа, и вот эта такая наша великодержавная стайность, вот, она сохранилась. Я хочу, чтобы это, я считаю вообще народ, я считаю стаей. Пусть меня как-нибудь кто-нибудь там поправляет, но с точки зрения биологии, с точки зрения механизмов современной генетики, это определенная стая. Она определена внешним видом, глазами, волос. Это есть в Библии написано, что волк, как привовел волос к волоскве. Да, да, да. Это похоже, пусть это будет разумным, да, но так живут волки, так живут прочие другие стайные животные. Поэтому нельзя вот эту кровь забывать и начинать выдумывать там что-то про русский народ. Нет. Надо очень уважительно относиться и к Сталину, и надо уважительно относиться ко всей этой эпохе, увидеть в ней ее недостатки. Как, например, во времена Ивана Грозного там какие-то тоже были моменты очень кровавые и страшные. Но с другой стороны, были очень и великодержавные моменты. Сибирь присоединена, Астрахань присоединена. Да, то есть державность укрепилась очень сильно. Поэтому человеку, его какие-то психические заболевания и немощи можно простить. Ну, как бы, ну, так есть. Но все не без греха. Да, все не без греха. А, да, кстати, вот я думаю, что те, которые судили Иоанна Златоустова, они явно страдали психическими заболеваниями. Вот. Или были настолько отпетыми, негодяями, хитрыми. Ну, два варианта. Ну, вариант. И сейчас то же самое. Сейчас все идет в какие-то корыстные интересы. Какой-нибудь длиннобородый старый дед выдает желаемое за действительное. Это, знаете, я всегда посмеиваюсь. Сначала говорили, что я убил бабушку Матрону. Потом Матрона оказалась жива. Ничего никто же извиняться-то не стал. Главное, мульку запустить. Дурочку. Понимаете, дурчу. Это клевета. Эти люди думают, что они там где-нибудь перед Богом найдут оправдание. Я всегда говорю так. На страшном суде перед Христом разберемся. Вот перед Богом предстанем перед Христом и там разберемся. Чья билиберда была более билибердистее. Кто более какую билиберду нес. А так вот это делать гадость и подписываться внизу Иисус Христос. Возьмите вот церковную историю. Вы увидите тысячи лет поповских разборок. Драк и разборок. Тысячи лет. Вот давайте вот только задумаемся логически. Вот раскол великий 1054 года. Да. Вот раскол серьезный 1054 года. 650. 1050. Это русский. Вы прорусский раскол. Великий раскол. Да. Я не люблю католический. Западный и восторжный. Католический и православный. Я чувствую. Да, да, да. Вы это уже с русским нашим старообрядческим расколом. При Ярославе было мудро. Да. Вот возьмем этот великий раскол. Вот давайте задумаемся. Вот я вам просто несколько... Вот опять вот сейчас вот они хают икону, там эту Сталина пытаются хаять, поливать дерьмом. Вот представьте себе, патриарх Сафроний, да, там римский папа, вступили в конфликт. Да, да, да. Кажется друг другу нафиг. Абсолютно верно. Причем, значит, папа обозначил свои претензии, что они схизматики, упрямые греки, которые там намудрили неизвестно чего там в своих постановлениях и канонах. Папа прав. Потому что там вообще тушите... Был такой период, тушите свет назывался. И с другой стороны, патриарх, обвиняющий папу, там, вот там, филиок, ввели в символ веры и так далее, и тому подобное. То есть они вот... И тоже прав. Тоже прав, да. Вот они нашли две претензии. Одни к одним, другие к другим. После этого они взаимно друг дружку прокляли. А нафинскую... Да, запретили там носить священческие одежды, богослужения совершать. А вообще, не знаю, все запретили. Все запретили друг дружке. И разошлись, и все равно стали делать то, что они хотели и делали дальше. Так теперь, вот сейчас вот, допустим, кто кому что может запрещать? Кто кому чего может запрещать? Да, у себя в огороде, если ты свиней кормишь, там, ты можешь нанять пастуха и ему говорить, каким кумбикормом какую свинью кормить. Если человек не имеет к тебе никакого отношения, ничего ты ему запрещать не можешь. Это, знаете, главное у нас, как говорят, обгадить, а потом пусть отмывается. Так вот, после этого, так кто ж теперь не имеет права служить, мы или католики? Давайте все-таки придем к общему знаменателю. Кто должен позакрывать свои храмы, распустить своих верующих, покаяться? Какие порождения ехиднины, какие должны принести, пока я не кто? На все, смотрите. Тысяча лет огромных исторических кровопролитий и противоречий. Да, поэтому здесь, я это к тому сказал, сейчас невозможно вернуть ничего. Я сказал это к тому, что сейчас пройдет год-два, и все будут смотреть совершенно по-другому. И поверьте мне, вот ту же сегодняшнюю дрянь, которую льют там на Сталина, все даже никто не вспомнит. Все вот эти вот попы, которые вот тут вы читали, там их вот пасквили, они все будут в первых рядах стоять и держать вот эту икону в руках. Ну дай Бог. Ну поверьте, и кричать, что Иоанн Златоуст свят, и что лучше нашего прихода больше нет. Самый-самый благословенный прихода. Ну когда они закричат, что надо канонизировать Иосифа Святого. Ну они вряд ли его канонизировать будут. Тогда я удивлюсь. Но икона это вполне, вполне очень. Она соответствует нынешнему моменту, времени, она очень соответствует. Это действительно примирение такое вот народа дореволюционного и народа послереволюционного. Очень сильная икона. Да, да. Поэтому она очень своеобразна. Она просто все, что новое, оно всегда вызывает ужас. Иисус Христос, ходивший по Иерусалиму и проповедовавший там Царство Небесное, люди просто с открытыми ртами ходили. Как говорили, помните, никогда не слышали такого. Он говорит так, как имеющий силу, как знающий. Мы такого не слышали никогда. То есть все были в изумлении от его слов, от его действий. Все были в изумлении. Ну это то же самое. Поэтому это конъюнктурщина. То есть это вот нынешний момент, там кто-то что-то хочет высказать, выждать, как-то так высидеться в ямке. Или потом заявить, очень ведь удобно, знаете, что-то от имени Бога заявлять. Бог же никуда не лезет, ничего не вмешивается. Камни не кидает с небес в голову. Представьте, какой-нибудь поп вышел и сказал там, вот эта икона неканоничная. И вдруг раз каменюка такая с неба, бац в лоб, и все. Ну такого же нету. Другой уже не выйдет и не скажет. Да, другой не выйдет и не скажет. Ну этого же нету. Поэтому Господь дал всем людям свободу. Вот некоторые болтуны не этой свободой пользуются. Придумывают церковные суды, выматывание друг дружки нервов, распространение клеветы всяческой. А самое интересное, свои собственные обиды и свои собственные интересы они всегда выдают за интересы божественные. И им наплевать на чьи-то страдания или еще что-то. Вот это надо Иисусу Христу. Если вот здесь вот мы видим вот эту икону, мы видим Сталина, можно что-то говорить, да, он там пролил много крови, он там то да сё, вот Богородица его благословляющая, ужас там, жуть. А если мы здесь с вами изобразим патриарха Никона, который залил кровью русский народ православный вместе с Алексеем Михайловичем, если мы изобразим там разных древних благословенных императоров, которые позаливали кровью мир, а если мы изобразим с вами многих церковных иерархов, которые благословляли Христом людей на жуткие войны и преступления на протяжении тысяч лет, как и православные, так и католические, так неизвестно что еще какие, то на этой иконе не хватит места всем этим людям с крестами, в митрах, в мантиях, и там, я не знаю, в патриарших одеждах, в императорских коронах, им не хватит места. Сталин будет на их фоне маленький, незаметный и очень даже благообразный по сравнению с тем, что они понаделывали. Поэтому вот как бы вот эту такую шумиху поднимать, это их глубочайшая ошибка. Вот посмотрите, мне даже интересно, пройдет какое-то время, и вы увидите, что все наоборот поймут, что это очень даже неплохо. Спасибо за ваше мнение, очень интересное. Спасибо, я очень рад. Я надеюсь, что нашим телезрителям тоже получилось интересно. Ну и пусть каждый определится со своим отношением. Да, конечно. Это тема для обсуждения споров. Пожалуйста, лучше дискутировать в свободной и мирной форме, чем там, как сегодня на Украине, друг другу. Мы можем с вами также найти другие, если тут не будем сейчас огромные, я просто скажу, что таких икон море. Например, Азовская икона, там, где Архангел Михаил благоставляет Петровские войска над ними, там летит Петр Первый, которого вообще срабляться антихристом называли и прочее все остальное. То есть изображение Петра Первого на иконах, как бы... Которое сегодняшние многие называют там антихристом. Да, 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 с мечом где-то, это не страшно. А вот где-то изображение там внизу Сталина, это ужас, это кошмар. Ничего подобного. Это наше есть. И Петр Первый наша кровь, и он метил нашу территорию. И Иосиф Виссарионович метил нашу территорию. Хоть это и ужасно все, и много было страданий, и было ужасно, и много всего этого было, но это наша история. И мы ее никак от нее никуда не денемся. Но будет Россия жива? Да, Россия абсолютно верно, даст здравую оценку, что эта эпоха была просто вынужденная такая эпоха. Это не из-за того, что он был хороший, там, плохой, или еще какое-то... Это было время такое, какое оно было. Такое оно было. Как у Соломана сказано, время плакать, время смеяться, время разбрасывать камни, время собирать камни. Вот было время побросать эти камни, теперь собираем. Я думаю, это будет краеугольный камень нашего Отечества. Тверный краеугольный камень нашего Отечества. Ну ладно, спасибо всем. Спасибо. До свидания. До свидания. Мы с вами должны еще сделать одно очень важное, глубокомысленное замечание. Вот те церковные иерархи, которые пытаются сейчас что-то на потоке либеральных идей двигать против Советского Союза или против Сталина, они не должны забывать о том, что название Московская Патриархия, устав церковный там 43-го года, выборы патриарха Сергия Старогородского, а за ним Алексея Семанского. Это все Иосиф Виссарионович Сталин. Присвоение церкви юридического лица до этого времени, она не имела права такого в государстве в Советском Союзе. Устав церковный, по которому она благополучно жила, да и сегодняшний устав, последний, правда, которым ограбили прихожан, он уже немножко видоизменен, в тихушку ограбанули прихожан, и тишина. Приватизировали, такую приватизацию провели. Даже этот устав Сталином все это написано. Эти четыре митрополита, которые были у него и, можно сказать, возродили в то время православную церковь, это все Иосиф Виссарионович Сталин. И самое главное, что я хотел заметить, мы не должны забывать о тогдашних взаимоотношениях церкви и Сталина. Нам сейчас хорошо смотреть вот на это со стороны. А давайте мы возьмем патриарха Алексея Семанского. Я даже не буду много говорить, но если вы почитаете его воззвание к русскому народу, его слова о Сталине, вы поймете отношения русских, что теперь современный патриарх или, может, митрополит Иларион имеет право проклясть патриарха Алексея Семанского, а примирение его Сталина с церковью вообще шикарно. Вы знаете, какое было отпевание Иосифа Виссарионовича. Кто-то из митрополитов по сути боли стоял и угроба не поменял. Более того, чин был написан самим патриархом Алексеем Семанским, в котором поминается там раб Божий Иосиф Виссарионович, как императоры российские. Как помните Бориса Николаевича Ельцина отпевали, патриарх покойный Алексей II, и все поминало его Бориса Николаевича, царство небесное ему. Так вот, было точно так еще больше по императорскому чину было отпевание Иосифа Виссарионовича Сталина. Да мало того, Алексей Семанский разослал по всей стране, во все храмы циркуляр, где, чтобы молились панихиды, служили о новоприставленном рабе Божии Иосифе Виссарионовиче. Это о чем говорит? Что никогда не воспринималось это как конфликт с церковью. Это было такое время. Я не скажу и не подниму две руки и скажу, что это было все прекрасно. Были свои ужасы, были свои страдания, к кому-то это личная величайшая трагедия, даже где мы не смеем право рот открыть, кого-то там замучили, выбили ему зубы, оторвали пальцы на руках. Но в то же самое время мы не должны забывать о нашем народе, который перешел через этот рубеж, перешел тяжкие кровавые испытания и дальше шагнул в жизнь. Поэтому эта икона совершенно колонична. Спасибо.